Рост благосостояния и повышение качества жизни людей. Борис Дубровский выступил с посланием Законодательному собранию области. Это отчет о работе главы региона и правительства за 2015 год, а также программа развития Южного Урала на ближайшее время. Губернатор обозначил, как будет меняться ситуация в экономике и над какими социальными проблемами будет работать правительство. А также обозначил конкретные задачи, повышение зарплаты, улучшение экологии, увеличение продолжительности жизни и господдержка при покупке жилья. Подробнее расскажет Мария Агеева. В здании Заксобрания собираются депутаты, главы городов и районов, министры, политологи. Всего более трехсот человек. Достают ручки и блокноты, готовятся делать конспекты. Борис Дубровский отчитывается о работе за 2015 год и обозначает главные направления развития региона на будущее. В начале выступления губернатор отмечает, основной целью работы правительства остается повышение качества жизни южноуральцев. После глава региона переходит к итогам 2015 года. После подъема на 10% в 2014 году металлургия в 2015 году просила на 5%. И в целом произошло замедление темпов роста. Это сказалось на общем индексе промпроизводства Челябинской области. Он у нас по 2015 году составил 98%. Прирост обеспечили горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, производство машин и оборудования. Снизились темпы ввода жилья, продолжает губернатор. Ставит задачу стимулировать спрос на квартиры и дома. Для этого нужно вводить дополнительные меры государственной поддержки для южноуральцев при покупке ими жилья. Далее долго говорит о социальных темах. Спорт. В прошлом году построено 117 стадионов, катков и бассейнов. Теперь нужно добиться, чтобы там занималось больше людей. От этого во многом зависит здоровье и продолжительность жизни южноуральцев. Медицина. Нужно достроить онкополиклинику и перинатальный центр в Челябинске. Повысить качество медицинской помощи, чтобы жители области не уезжали лечиться за ее пределы. Образование. Задача продолжить строительство детских садов, чтобы обеспечить местами малышей до трех лет. Очередь для детей постарше полностью ликвидирована. Начнется также строительство школ. Всех учеников нужно перевести на учебу только в первую смену. Министерство образования и науки необходимо продумать контуры регионального проекта с рабочим названием «Новый учитель». Обсудить это с обществом, ну и приступить к его реализации. Проект должен учитывать всю совокупность требований к современному педагогу и при этом обеспечить учителю солидный социальный пакет в виде достойной зарплаты, системы социальных гарантий, почетных званий. Далее глава региона затрагивает проблемные вопросы. Снижение доходов южноуральцев. Губернатор напоминает руководителям предприятий и бизнесменам. Люди ждут повышения зарплат. Борис Дубровский также отмечает, правительство будет бороться с ростом безработицы. Уже готова программа содействия занятости. В области будут создавать временные рабочие места и проводить переобучение. На это регион уже получил деньги с федерального бюджета. И, наконец, одна из самых острых проблем экология. В частности, строительство Томинского горно-обогатительного комбината. Я разделяю беспокойство своих земляков возможным усилением промышленной нагрузки на экологию. Хорошо понимаю, как важно для развития региона решить накопившиеся экологические проблемы. Но власть не может действовать только на основе эмоций. Непростая ситуация заставила нас глубоко уникнуть в процессы и определить законодательные меры, которые дадут реальный результат. Речь идет о законе, который сделает обязательным проведение комплексной экспертизы при строительстве новых предприятий. Эту инициативу в Москве уже одобрили. Губернатор также дает поручение разобраться, почему в окрестностях Челябинска новые жилые микрорайоны выросли на берегу озер в водоохранной зоне. В правительстве будет создана специальная рабочая группа, включая территориальные и федеральные органы. Эта группа должна открыта, публично, соглашением инициаторов застройки и массовых продаж, перечислением фамилий тех чиновников, которые допустили эти безобразия, внести предложение по решению проблем. Затем губернатор переходит к экономике. Борис Дубровский делает ставку на принципиально новые отрасли. Фармацевтику, роботостроение, туризм. По мнению главы региона, именно они могут обеспечить области экономический прорыв. Такие предприятия будут поддерживать. Еще одна задача стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, снижать административные барьеры. При этом, коллеги, моя позиция здесь однозначная. Льготы предпринимателям и инвесторам должны быть емкими, действенными, но обоснованными и ограниченными по времени действия. Следующая часть послания губернатора посвящена участию в крупных федеральных проектах. Это строительство высокоскоростной магистрали Челябинский-Екатеринбург и, конечно, возможность проведения в Челябинске саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. Это настоящий инфраструктурный прорыв для Челябинска и региона в целом. Реально возможно загрузить наши предприятия и наблюдать то, как в соседних регионах развиваются аэропорты, строятся выставочные комплексы, конгресс-холлы. А самим приложить усилия, чтобы из Челябинска летать было удобно и выгодно, а жить в Челябинске престижно и комфортно. С той же целью сделать жизнь в Челябинске комфортной Борис Дубровский поручает продолжить проект «Безопасный город». Благодаря камерам на дорогах в области на 15% снизилось число погибших в ДТП. Говоря о предстоящих выборах, губернатор просит кандидатов не забывать о честной конкуренции. И завершая выступление, отмечает, нынешний год будет сложным, но при этом нельзя допустить социальной напряженности. Послание губернатора длилось около 40 минут. Чаще всего Борис Дубровский употреблял слова «область», «человек», «люди», «южноуральцы» и «жители». Мария Агеева, Леонид Новожилов, ОТВ.